В эфире Первого Балтийского канала информационный блок «Доброе утро, Таллинн». Уборка снега около припаркованных вдоль проезжей части машин – головная боль коммунальных служб. В некоторых районах назрели серьезные перемены, и подробнее об этом расскажет наш гость, заместитель старейшины Хаберсти Олег Сильянов. Доброе утро. Доброе утро. Олег Хаберсти хочет радикально бороться с теми автомобилистами, которые бросают свои машины. Да, я думаю, что это не секрет, что во всех спальных районах проблема с парковкой, и, к сожалению, парковочных мест во дворах не хватает, и наши жители начали парковаться на внешнем кругу Вяйка-Визме. И, к сожалению, это, наверное, самая большая проблема возникает зимой, когда идет снег, когда этот внешний круг невозможно, скажем, хорошо убрать уборочной техникой. Тогда те люди, которые там были припаркованы, они уезжают, возвращаются, и когда они возвращаются, то, к сожалению, на то же парковочное место уже припарковаться невозможно, потому что там просто один большой снежный ком. И они начинают искать какие-то альтернативы, и иногда, нарушая закон, они начинают парковаться либо в непосредственной близости к пешеходному переходу, либо на самом пешеходном переходе. И поэтому мы решили то, что мы спросим у наших жителей, согласны ли, чтобы мы ограничили парковку на внешнем кругу Хаберсти. Оказалось, что 60% жителей согласны. Да, мы делали опрос, сделали опрос в Фейсбуке, мы сделали опрос в нашей местной газете, и 60% жителей поддержали идею о том, что ограничить парковку на внешнем кругу. Как она будет ограничена? Она будет ограничена только по рабочим дням с 10 утра до 6 вечера, и там можно будет парковаться с парковочными часами, и 3 часа там можно будет стоять. В остальное время, в выходные дни? В выходные дни можно будет стоять спокойно. Но это означает, что снегоуборочная техника все-таки сможет рассчитать, наконец, эту двухполосную дорогу? Да. И это означает того, что зимой не будут теряться те важные для наших жителей парковочные места. Если вдруг какой-то нерадивый житель Хаберсти решит, да ладно с запретом, оставлю машину здесь, будут ли штрафы? В начале, так как этих изменений еще нет, они будут где-то в конце декабря, в начале января. В начале мы, конечно, напишем в Фейсбуке о том, что произошло изменение парковки на внешнем кругу. После мы сообщим об этом в газете. После мы сделаем рейд с муниципальной полицией, где мы еще раз напомним, как стоит парковаться. И только тогда, я думаю, что мы будем либо штрафовать, либо, с чего очень бы не хотелось, эвакуировать данные машины. На самом деле в Хаберсте много новостей, и управа борется не только с парковкой, но управа и борется с более серьезной проблемой. Это проблема насилия в семье. Да, мы запустили новую компанию совместно с департаментом полиции. Она называется «Помоги нам помочь». И эта компания направлена против насилия в семье. К сожалению, статистика говорит, что за этот год уже было порядка 13 тысяч с половиной зарегистрированных случаев насилия. Из них где-то 4 тысячи, в 4 тысяч случаях начали уголовное дело производства. И, к сожалению, жертвы насилия не всегда по разным причинам сообщают полиции о том, что в отношении их совершено какое-то насилие. И управа Хаберсте решила, что совместно с департаментом полиции, что мы повесим плакаты. Плакаты, в которых будут телефоны не только экстренной службы 112, но и телефоны нашего констебра, и телефоны нашего социального отдела. Почему не нужно бояться? Ведь действительно зачастую жертвы запуганы, они боятся, что будет еще хуже. Да, но, к сожалению, практика показывает то, что жертва не всегда сообщает о том, что в отношении него совершено какое-то насилие. И поэтому, скажем, соседи или кто-то, который услышит о том, что в соседней квартире что-то происходит, они не знают, это насилие в семье или не насилие в семье, смогут обратиться в управу Хаберсте, либо в констеблю позвонить и сказать, что у нас есть какое-то подозрение, что в этой квартире что-то происходит. Проще говоря, лучше все-таки возможно предупредить этот случай. Да, так и есть. И то, что когда мы получим звоночек о том, что какие-то проблемы в этой квартире есть, тогда мы займемся, мы проконтролируем, посмотрим, и может быть нам удастся предотвратить в дальнейшем там насилие. Спасибо большое. Информационный блок «Доброе утро!» Таллин подошел к концу. У нас в гостях был заместитель старейшины Хаберсти Олег Сильянов. Продолжение следует...